М. Марабе, Роберто Матеос, Роберто Мол, Даниэль Улуго и другие в фильме «Королева сердец». Автор сценария Умберто Кика Оливьери, Марко Тулио Сокорра. Композитор Франциско Кабрухос. Оператор Игнасио Гонсалес, Хуан Гонсалес. Продюсер Эрнандо Фария. Режиссер Тони Родригес. Ты не имеешь права. Нравится тебе или нет, но я твой муж. И я не позволю тебе раздеваться на публике. Да тебе какое дело? Какое тебе дело до того, что твоя жена работает в баре? Мне больно видеть тебя в таком месте, Мисс Алина. Врёшь. Не прикидывайся. Я никогда не была тебе нужна. И я никогда не имела для тебя значения. Ты никогда меня не любил. Это не так. Это так. Но я не хочу тебя ни в чём упрекать, потому что ты ни в чём не виноват. Просто я сама ничтожество. Меня нельзя любить. Меня нельзя уважать. Мною только можно пользоваться. Нет. 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 Это не так, Мисс Алина. Ты прекрасная женщина. Я не позволю тебе опускаться до этого. Я сама этого хочу. Я это заслужила. Нет. Ты заслуживаешь лучшего, дорогая. Нет, Сантьяго. Я не достойна ни любви, ни уважения. И никогда не была этого достойна. Изнасиловав меня, этот разбойник поставил меня на моё законное место. Нет, нет, Мисс Алина, это не так. Ты не виновата в том, что он с тобой сделал. Не позволяй какому-то придурку ломать себе жизнь. Не настаивай. Начиная с этого момента, я сама буду решать, что мне делать со своей жизнью. Но эта жизнь не для тебя. Я хотела жить иначе. Но познала одни несчастья. Так что позволь мне делать то, что я хочу. Может, мне станет лучше. Оставь меня, прошу тебя. Ты мне больше не нужен. И знаешь, что я ещё тебе скажу? В моей жизни больше не будет ни одного мужчины. Платье здесь. Проходите, Хубинал. Вам нравится цвет? Какой цвет? Платье. Да, да, очень красиво, очень. Правда? Какой-то запах. Запах? Это, наверное, мои духи. Правда? Божественно. Катя, вы хорошо себя чувствуете? Я? Конечно. А что? Это вы из-за Сойлы? Сойлы? Она заходила несколько раз ко мне и была очень возбуждена. Смотрела как-то не так. Не знаю. Говорила странные вещи. Она очень странная. Сеньор Хубинал, может, покажете её врачу? Боюсь, придётся. В последнее время она сама не своя. Вскакивает среди ночи. Бедняжка. А она не слишком много работает? Не знаю. Меня всё это беспокоит. Ну ладно, я пошёл, спасибо. Не за что, Хубинал, платье. Ах, да. Пусть будет в коробке. Вы так любезны. Передайте Сойле большое спасибо. Хорошо. Не беспокойтесь. Ей просто нужно отдохнуть, и всё будет в порядке. Да-да. Она слишком нервничает. Сеньор Андалесио, мне нужна ваша помощь. Ваша защита. Мне нужна духовная поддержка. Со мной происходит такое, отчего у меня волосы становятся дыбом. А что конкретно? В том-то и дело, что конкретного ничего. В том-то и дело, что то, что со мной происходит, не имеет никакого объяснения. И всё же, какого плана это дело? Любовного, денежного, рабочего? Я бы сказала, сатанинского. Дело серьёзное. Настолько серьёзное, что сам отец Сервилью ничего не может поделать. Садись, садись. Объясни, что с тобой происходит. Если честно, со мной ничего. Но с моей подругой творится что-то очень странное. И жуткое. Она взлетает в воздух. И глаза у неё становятся выпученными. А губы красными-красными. А самое страшное, сеньор Андалесио, что она не отражается в зеркале. Ты уверена? Да, я всё видела. Видела собственными глазами. Кажется, она превращается в вампира. Это серьёзно, Сойла? Очень серьёзно. Ты правильно сделала, что пришла. Вы мне верите? Помогите мне. Умоляю. Это мой долг. Завтра ты меня отведёшь к ней. Что с тобой? Со мной ничего. А что со мной может быть? Тогда улыбнись. У меня для тебя новости. Можно сесть? Содержа подобный притон, я не только развлекаюсь до упаду, но ещё и знаю всё, что происходит в городе. Нали мне виски. И что же произошло? Знаешь, кто здесь был? Марлены Паэс. Марлены здесь? Ну да. Только она, естественно, приезжала не пить. Пьёт она, наверное, у себя. Знаешь, что ей надо было? Она такой скандал закатила Фульхенсию Крусу. Что скажешь? Вполне в её духе. И произнесла, небось, пару-тройку театральных фраз. Да. И перед всеми пожелала ему смерти. Здорово. Да? А нам-то что до этого? Ну, обозвала, и что? И как обозвала? Дон Фульхенсио все вечера у меня проводит. Ты же знаешь, он у меня ест, вернее, пьёт. У меня с руки. Ты с ним поосторожней, он опасен. Я его прикармливаю. Обращаюсь с ним, как с королём. Сама стаканы ему приношу. По три за вечер. Но один из них отравлен. Только он этого не знает. И вот сегодня вечером он умрёт. И кто будет за это отвечать? Кто ему угрожал перед народом? Подумай, Рамиру. Только не я, а Марлены Паэс. Умница, Лоиса и Елена. Двух зайцев одним ударом. Так что хватит хмуриться. Сегодня ночью им обоим конец. Странно. Придётся зажигать свечи. Что? Струсило? Что ты здесь делаешь? Я пыталась договориться с тобой по-хорошему. Я просила оставить Хермана в покое. Он мой. А теперь поздно. Ты меня понимаешь? Поздно! Катя, ты что, сошла с ума? Я тебя предупреждала. Я просила тебя оставить его в покое. Но ты меня не послушала. Ты не оставила мне выбора. Мне придётся тебя убить. Понимаешь, Марлены? Катя, очнись. Тебе показалось, что Херман тебя любит. Это я понимаю. Но и ты должна понять, что... Что Херман болен. Болен, а ты? Это ты не отпускаешь его. А ведь ты его не любишь. Ты просто мелочная эгоистка. Ты не в состоянии сделать его счастливым. Но всё равно не оставляешь его в покое. Мне придётся тебя убить. Боже мой. Как это случилось, Хувенал? Что тут происходит? Назад, назад. Воду давай. Воду, воду, быстро. Давай воду. Да что происходит, Сойла? Давай воду. Быстро, быстро. Что происходит? Что это? Не знаю. Что это такое? Я вошла, и вот... Я даже на кухню не заходила. Не понимаю. Она сама загорелась. Ты хочешь сказать, что огонь загорелся сам по себе? Да. Дорогая, ради бога. Что здесь произошло? Хувенал, оставь меня в покое. Я и так измучена. Ты не представляешь, что я сейчас переживаю. Никто этого не знает. У меня нервы на взводе. А всем на это наплевать. Да что ты такое говоришь, Сойла? Мне на тебя далеко не наплевать. Я тебя понимаю, Сойла. Успокойся. Не буду я успокаиваться. Я вижу у Кати жуткие вещи. А мне никто не верит. Никто. Но я видела, видела, как она превращается в демона. Я видела ужасное лицо. Страшное. Я видела, как она летает в воздухе. Как будто лежит в постели. Я видела. И она говорила со мной мужским голосом. Какая дикость. Как это возможно, дорогая? Да, Хубинал. И поскольку мне никто не верил, я пошла к колдуну Индалесио. И все ему рассказала. Я была в отчаянии. И он сказал, что это козни... Чьи? Ну, этого... Этого кого? Козни дьявола. Ты заставил меня это произнести. Ладно, не беспокойся. Я больше никогда не буду поминать дьявола. Опять? Нет, нет, нет. Не опять. Послушай, Сойла. Знаешь что? Пойдем-ка в спальню. Приляжешь, успокоишься. Я принесу тебе супчик и заварю чайку. И ты успокоишься. Ты слишком взволнована. Я тебя понимаю. Я понимаю, как тебе тяжело. Но тебе надо успокоиться, Сойла. Я понимаю, что творится у тебя в душе. Я понимаю, как тебе тяжело. Но ты успокойся, и я тебе помогу. Я должна это сделать, чтобы освободить от тебя Хермана. Нет, Катя. Катя, приди в себя. Умоляю. Приди в себя. Ты такой не была, Катя. Не была. Он мне нужен, Марлен. Я его люблю. Он придал смысл моей жизни. Он дал мне ласку и любовь. Он дал мне понимание. Он помог мне победить страшное одиночество, преследовавшее меня с самого детства. Я не могу без него. Катя. Катя. Я хочу тебе помочь. Впервые в жизни я отдала себя во власть своим чувствам, как любая женщина. Впервые в жизни мной овладела такая страсть, о какой я раньше и понятия не имела. А ты делаешь его самым несчастным из мужчин, потому что ты не способна любить. И за это я тебя ненавижу. Ненавижу. Катя. Катя. Королева сердец. Разрешите? Входи, входи. Расскажи мне о Матуте. Где он? Пока не знаю. Матуте мне нужен здесь. Да мы его обыскались. Единственное, в чем мы уверены, так это в том, что в Матурин он не уезжал. Там налог не собирали. Ты же сам говорил, что он ранен. Да, он был ранен. Но Кармона говорит, что в медпункт он не обращался. Я обзвонил больнице в Матурине и Кумане, но он там тоже не объявлялся. Черт побери. Придется снимать его кандидатуру. Но кем мне его заменить? Кому довериться? Вы знаете, пока вас не было, Федерико здесь неплохо управлялся. Чем это он управлялся? Потратил целое состояние на какую-то дурацкую школу. И где? В Кануку. Нет, мне нужен человек, который так или иначе связан со мной. Который мне чем-то обязан. Который мне должен деньги. Который мне должен деньги. Есть, кандидата, есть. Да ведь полгорода должны вам деньги, мэр. Тот, о ком я подумал, мой компаньон. Я одолжил ему миллионы, 200 миллионов, чтобы он совершил сделку. К тому же он молод, известен и популярен. И если мне удастся переманить его на свою сторону, то я налажу отношения не только с ним, но и с его отцом. О ком вы говорите? О том, кто лишил меня Матуте. Он лишил меня кандидата. Пусть он меня и выручает. Сантьяго Порос? Она только о Кате и говорит, Сантьяго. Не напоминай ей о Кате. Какой стыд, боже мой. Не беспокойся, Хувенал. Она говорит, что Кате одержима и не хочет обращаться к врачу. А вчера она кричала, как сумасшедшая. Кате, видите ли, превращается в вампира. И она якобы зашла к нам в комнату. Представляешь? Она говорит что-то ужасное. Это серьезно, Хувенал? Не то слово. Она же всегда была такой разумной женщиной. Я хочу попросить у тебя совета. Я уже сам и не знаю, что думать. Хувенал. Ведь я сам пришел за советом. По какому поводу? По поводу Миссалины. Извини, что пристаю к тебе с этим именно сейчас. Но я уже все перепробовал, Хувенал. Миссалина меня не слушает. Совсем не слушает. О чем ты говоришь, Сантьяго? Что происходит с моей дочерью? Наш бар имеет честь представить вам новую звезду. Сегодня у нас дебют. Откроем пошире глаза и насладимся утонченным искусством стриптиза. Встретим нашу новую звезду бурей оваций. Красавица из красавиц. Самая красивая девушка обоих соломонов. Миссалина. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дон Фульхинсио, вот так сюрприз. Пожалуйста, оставьте меня с мисс Алиной. Понимаете... Оставьте меня с ней наедине. Хорошо. Я не буду тебя ругать. То, что ты собралась делать, ничуть тебя не умоляют, как человека, ни в чем, разве что в твоих собственных глазах. Знаешь, твоя красота... Твоя красота – это Божий дар. Так Господь благословил тебя и всех, с кем ты связан. Не делай из нее проклятие. Если тебе самой наплевать на себя, то подумай о нас, о тех, кто тебя любит. Можно подумать, нам трудностей не хватает, Сантьяго. Хувенал, подумай о том, что ты собираешься делать. Думать? Я слишком много думал. Я был слишком снисходительным отцом. Но я вытащу ее оттуда, из этого вертепа, даже если мне придется ее выпороть. Нет, 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 ты этого не сделаешь. Сантьяго, ты сам должен вытащить ее оттуда. Пусть за волосы. Нет, Хувенал. Хувенал, Миссалина делает это, потому что она стала жертвой. Ей кажется, что она ничего не стоит, что ее испачкали. Она сама мне так сказала, Хувенал. И вы уж извините, но я вам этого не позволю. Нет, это ты меня извини, Сантьяго. Но я заберу дочь из этого бара, даже если для этого мне придется перестрелять половину Соломона, включая и тебя. Прочь с дороги, Хувенал! Помоги мне и защити меня перед лицом злой силы, которая уже была и еще будет. В этот час, в это мгновение, в эту минуту, названной или не названной, видимой или невидимой. Покой, Христос! Христос, покой! Покой, Христос! Аммадео, помогай же мне! Оставь меня в покое. Не я должен оставлять тебя в покое. Мне что? Я возьму и выставлю тебя из дома, ведь это твоя душа, а не моя. Будешь мне помогать или нет? Зачем? Ты совершил злодеяние, ты совершил преступление, и зато тебя оскопили. Ты хочешь оставаться здесь? Будешь сидеть здесь? Помогай! Хорошо. И да оставит тебя та душа, что вознамерилась вселиться в тебя, и да позволит она тебе увидеть свет, дабы душа той женщины, кой причинил ты зло, увидела день во имя Бога и всех святых небес. Скажи аминь. Аминь. Без прощения ты не сможешь жить, а душа той женщины Матуте страдает. Она мучается больше тебя. Только прощение спасет вас обоих, и да оставит тебя в покое душа, претендующая на тебя. И да оставит она тебя в покое. Ты даже не представляешь, как мне было больно видеть тебя на подмостках, в окружении похотливых мужчин. Они же все извращенцы. А в твоих глазах грусть и боль женщины, которая любила безумно, но чьим мечтам не суждено было осуществиться. Я ничего не стою, Дон Фульхенсио. Еще как стоишь. Знаешь, с каким бы удовольствием я собрал обрывки твоих снов и сплел бы из них прекрасный ковер твоей любви и нежности. Но я не могу этого сделать, если этого не хочешь ты. Мне конец. Нет. Не знаю, где и в какое мгновение я потеряла жизнь. Я знаю только, что меня нет. Я не знаю, что делать. Прошу вас, господа, успокойтесь. Успокойтесь. Прошу вас. Постарайтесь понять, это же дебют звезды. Это лишний раз доказывает, что у нас работают только лучшие из лучших. Оставайтесь на своих местах, пожалуйста. Оставайтесь на своих местах. Сейчас все будет в порядке. Где моя дочь? Где Миссалина? Где моя дочь? Что с вами? Бесстыдница, Гетера, Распутница. Где моя дочь Миссалина? Ну, что вы так кипятитесь? А вот и папочка звезды. Что, притащился портить нам праздник? Сойла, мне надо с вами поговорить. Мне нужна ваша помощь. Моя помощь? В чем? С Катей надо что-то делать. С Катей? Боже мой. Сойла, теперь я понимаю, что вы хотели сказать. Теперь я знаю, что она больна. Я все поняла. Значит, ты поверила. Значит, я не сумасшедшая. Ты понимаешь, что нервы здесь ни при чем. В нее вселился дьявол. Ради Бога, не надо. Дело не в этом. То, что происходит с Катей, намного сложнее, серьезнее и деликатнее. Она очень страдает. Еще бы ей не страдать, если в ней сидит дьявол. Нет, моя дорогая. Здесь все не так просто. Сойла, прошу вас. Причем здесь дьявол. Катя сбита с толку. Ей плохо. Она переживает очень тяжелые моменты. Мы должны ей помочь. Именно за этим я к вам и обращаюсь. Потому что меня она гонит. Меня она ненавидит. Мы должны ей помочь. Я не знаю, я боюсь. Представляете, а если дьявол оставит ее и селится в меня... Сойла, умоляю вас. Катя сбита с толку. У нее плохо с нервами. Именно поэтому мы с вами должны что-то сделать. Мы должны ей помочь. Нельзя оставлять ее в такой момент. Скажите, что вы готовы ей помочь. Катя? Катя? Мне так тебя жаль. Понимаешь, ко мне приходила Марлена и сказала, что у тебя нервы разыгрались. Еще бы, я понимаю. С такими-то ураганами. Да и вообще здесь происходит бог знает что. Тут кто угодно с ума сойдет. Знаешь, я принесла тебе валерьяновые капли. Очень помогает от нервов. Вот, видишь? Очень хорошо успокаивает. если человек нервничает. Катя, ты меня слышишь? Дочка. Мисс Алина! Папа, не надо. Мне следовало бы отстегать тебя ремнем. Послушайте, помолчите, чертов старик. Папа, пожалуйста, успокойся. Моя дочь ей одета, как последняя уличная девка. Пожалуйста, прошу вас, немедленно домой, Мисс Алина. Не дай бог, бабушка и мама узнают. Тогда тебе конец. Пошли, Мисс Алина. Кувенал, ради бога, не надо с ней так. Сантьяго, я никогда не был жестоким. Я никогда не прикасался к дочерям, но это уж слишком. Это последняя капля. Сантьяго. Сантьяго, ты ее любишь? Вижу, что нет. А ведь твое спасение в ней. К сожалению, она сама себя потеряла. А ведь ты бы мог. Твоя любовь могла бы ее спасти, а ее любовь к тебе могла бы спасти тебя. Послушай меня, сынок. Забудь, Марлены Паэс. Эта женщина тебя уничтожит. Забудь ее. Падре, Катя превратилась в пса. Сойла, Сойла, ты исходишь с ума? И меня хочешь свести с ума тоже? Для начала благословите, благословите. Святая Богоматерь, благословляю тебя во имя Отца. Дыши, дыши, иначе задохнешься, иначе задохнешься. Ну, женщина. Святая Богоматерь, благословляю тебя. Падре, Катя превратилась в собаку. Это было ужасно. Это невозможно. В какую собаку? Что ты несешь, Сойла? Клянусь вам, в собаку. В собаку, понимаете? В такую черную, огромную, с огромными клыками. Она меня едва на кусочки не разорвала. Ну, Сойла, начиталась ты всякой ерунды. Падре, послушайте, вы же все-таки священник. Вы должны знать, что дьявол поселился среди нас. Падре, что происходит? Дьявол с рогами и копытом поселился у Кати в двух кварталах от церкви, а вы? Что делаете вы? Ничего. Так и позволите ему делать, что ему заблагорассудится? Как так можно? Вы какой-то странный. Вы просто испугались. Да, отец Сервиле, тогда я пойду к другим людям. Я не хочу, чтобы нами заправлял дьявол. Неужели? Неужели я сойду с ума, святая богоматерь? Индалесио! Индалесио! Что случилось? Я сойду с ума. Я так испугалась. Да что происходит? Дай мне что-нибудь. Садись, садись. Нет, я не хочу садиться. Мое единственное желание выскочить отсюда и бежать до тех пор, пока не явится святой Христофор. Да что случилось? Индалесио, я была у этой девушки. Ну, ты знаешь, я вошла к ней в комнату, она лежала на кровати под одеялом, и тогда я откинула с нее одеяло. А она превратилась в собаку. в собаку, Индалесио. В собаку? В собаку. В собаку. Не в маленькую собачку, а в огромную такую собачищу. Черную. Вот с такими клыками. Какой ужас. Я чуть не умерла от страха. Я до сих пор дрожу. Мне это совсем не нравится, Сойла. Можно подумать, мне это нравится. Сходи к ней обязательно. Ты должен ее посмотреть. А то мои начинают думать, что я схожу с ума. Пойми же, она на самом деле превратилась в собаку. Святая Богоматерь. Успокойся, Сойла, успокойся. Я тебе верю. Только сначала мне надо знать, кто в нее вселился. Если это просто злой дух, я смогу помериться с ним силами, но если это тот, чье имя и упоминать нельзя, тогда я ничего не смогу поделать. Как ты ничего не сможешь поделать? Как это? И оставишь меня погибать от страха? Я попытаюсь. Приходи завтра. Я приготовлю зелье. Дай Бог, оно сработает. Иначе тебе конец, Сойла. Конец. Сойла. Здравствуй, любимая. Привет. Ты что здесь делаешь? Мне надо с тобой поговорить. Лара сказала, что ты, скорее всего, здесь. Ты возбуждена? Что-то случилось? Нет, нет. Мне кажется, мы еще не обо всем поговорили. Херман, ты должен рассказать мне о своих отношениях с Катей. Прошу тебя, не скрывай от меня ничего. Прошу, расскажи. Мы об этом говорили, Марвена. Между мной и Катей ничего нет. Я не хочу устраивать тебе сцену. Я не хочу с тобой ругаться. Но есть вещи, которые не дают мне покоя. Будет проще, если мы открыты поговорим о наших чувствах. Я тебя люблю. Катя была мне другом. Катя поддержала меня. Но нужна мне ты. Мне почему-то кажется, что между вами произошло что-то более серьезное. Это не просто случайная связь. Нет, дело не в этом. Между нами не было ничего. А если что-то и было, клянусь, я ничего не помню. Катя сильно изменилась. Она стала агрессивной и требует тебя, словно ты ее собственность. Но я не ее собственность. Херман, все намного серьезнее, чем тебе кажется. Вчера Катя приходила ко мне. У нее был нож, а она едва меня не убила. Катя одержима бесом. В ней демон, падре. Я видела это. Сходите к ней. Неужели? Окаянный требует жертву. Он хочет сделать Соломон своим приходом. Неужели? Заявляю, что я люблю дьявола, вселившегося в мужчину. Неужели? Боже мой! Боже мой! Не представляю, чтобы Катя отважилась на такое. Ты считаешь, я все придумала? Дело не в этом. Я просто не понимаю, как Катя могла до такого докатиться. Марлена, ради бога, извини. Извини, я даже не знаю, что тебе сказать. Может, Катя и права. Может, для тебя будет лучше забыть меня. Нет, ни за что. Боюсь, мы сильно вредим друг другу. Знаешь, дорогая, если бы я знал, если бы я был уверен в том, что оставив тебя, я сделаю тебя счастливой, я бы не колебался ни секунды. Хотя для меня это было бы равнозначно смерти. Но я знаю. Я знаю, мы нужны друг другу. А может, я не забыла Сантьяго? А может, я хочу от тебя избавиться, чтобы броситься к нему в объятия? Нет. Нет, это не так. Я знаю, что это не так. Слушай, я понимаю. Мои приступы не могут не сказываться на наших отношениях. Но я намерен продолжать за тебя бороться. За твою любовь, чтобы никогда тебя не потерять. Даже если исходом этой борьбы будет смерть. Как это могло случиться, Боже? Катя превратилась в собаку. Сойла? Вот с такими огромными клыками. Нет, нет. Этого не может быть. Падре, верите ли вы в существование дьявола? Я заявляю, что люблю дьявола, вселившегося в мужчину. Святая Дева Мария, что творится в Соломоне? Херман? Да. Девушки отдыхают. Проходи. Я ждала тебя. Зачем ты угрожала Марлене? Я не угрожала. Я собиралась ее убить. Катя, умоляю. Херман, если я что-то и знаю, так это то, что мы были вместе во все времена. Если у нас была другая жизнь, то я и там тебя любила. А ты любил меня. Назад, возврата нет. Моя судьба следует за тобой, куда бы ты ни пошел. Во веки веков. Но есть что-то, что нам мешает. И это Марлене. Ее надо убить, Херман. Ты знаешь, ее надо убить. Ее должен убить ты. Ты должен ее убить. Фильм озвучен телекомпанией НТВ+. По заказу телесети ТНТ. Режиссер Наталья Пионова. Звукорежиссер Александр Зубов. Перевод Александра Базина. Текст читали Любовь Германова, Александр Дик и Александр Белый. Текст читали Любовь Германова, Александр Дик и Александр Базина. Субтитры создавал DimaTorzok